поприветствуем нового гостя четвертый разбор как зовут данил зовут сколько лет 22 года хорош какой у тебя ниша чем занимаешься мы занимаемся производством раздвижных антимоскитных систем мы представительство у нас есть свои мы не производители именно комплектующих именно самой системы это у нас занимаются просто щеки мы работаем только с розницей вас это что такое этот идет сеточки на окна до которые складываются раскладываются это их общем не ремонтируешь каждый год и так далее основной к целевой клиент у нас это частные дома вот мы остальные все отбрасываем квартиры и так далее только дома только дома честно и да понятно в самаре работаете по самаре самарской области продаем по россии понятно а можешь объяснить без модели вообще то есть у кого что закупаете как деньги рождаются прибыли рождается мы занимаемся именно сборкой и продажей у нас есть производители которые берут на металлургических заводах комплектующие для изделий вот мы их сами в принципе собираем по размерам и устанавливаем клиент конечному вы у завода закупаете или вы по поступать и работать мы закупаем закупили перепродали клиентам установили и зарабатывая маржу как на перепродаже так и в установке да все верно понятно еще на самом производстве то что мы из комплектующих собираем готовые изделия то есть пример комплектующие таки рамы вся кисеть нет вот все собирайте это ваша наценка потом вы перепродаете за это наценка из установку еще из нас оставляют окей хорошо а правда продаете и установить и по всей россии котов по сануской области так서 морского продаем по всей устанавливать у скобася его тыть 30 процентов выручки то сколько занимает продажа сколько занимает продажи в сануков самарской области продаж занимает стоят там 70 процентов левина долю выручки это продажа по россии продажа парась по самарской области занимает 70 процентов а то есть где-то вот так короче это самара а вот так это россия а сколько чистой прибыли приносит это направление ну они блоки по 30 процентов где-то то есть рентабельность там одинаковая а как так рентабельность с установкой закажи как за продажу но у нас за установку получают сотрудники это я со своей маржу не закладываю то есть вы со столовки чуть не прикуривайте почему зачем сотрудники пусть работают ну во первых так проще считать во вторых мы не путаемся в третьих то что мы можем продавать изделие как так и со своей установкой там и просто продажа вот такая схема сок сотрудников 5 5 сотрудников на ты сам это все придумал но мы зашли в проекте мы взяли нам или своя представительство я я просто всегда говорю мы почему не знаю мы николай 2 биполярка и получается мы начали как представители сами работали до сентября этого года то есть мне потом это все надоело я не захотел заниматься розницей потому что я посмотрел по стоимости чудом в итоге получается по чистой прибыли я думаю блин и такая история не интересно я решил ее продавать в итоге сентябрьской вот эта вся история началась уже который после двадцатого числа у меня слетели покупатели я такой типа ну ладно пусть постоит немножко сейчас а как еще ты попал в эту тему вот такой желтый короче смотри мы занимались король комары и блять не они не москидные сетки такой просто пришел бы колебал комара личного доколебал чистаться просто короче два года назад мы начали вообще с другого мы занимались производством ламинированного профиля погоди давай интересная люди такие ниши падают еще два года надо будет до перед такого вот и школу закончил да еще дальше был дальше был первый год университета какого политеха я такой типа не 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 моё вот думаю начал делать потом мы с дядькой зашли получается в ламинацию оконного профиля кто-то может знает нет это когда пленка цветная наносится на оконный профиль вот из-за того чтобы продукт такой бой очень творческий производство очень творческой нужны специалисты и либо там сама головой погружаться либо людей нанимать специалистов не было и сам я головой тоже не хотел погружаться в общем мы эту историю забросили пока этим занимались в оконной сфере мы вот нашли вот эту историю сетками история прикольная продукт не особо трудный вот и как бы начали его развивать развитие достаточно хорошо как по мне теперь мы пришли к тому то что мы хотим из этого что было причины что такое москитные сетки потому что мы закрыли ламинация такой о источник дохода на сделать ну типа был проект ламинации мы закрыли очевидись ламинации не понял ламинация оконного профиля мы и занимались какого профиля оконного ламинация оконного профиля что такое можно для тех кто не из тема оконного профиля ламинация оконного профиля и такая цветная пленка под дерево там наносится на оконный профиль у тебя получается красиво окна потом на доме вставляет ты такую тема занимался да именно производством это не понравилось мы решили закрыть а че не понравилось окей я беру вас дисклеймер я могу там было два варианта первое это по самому погружаться полностью процесс учиться становиться в этом деле как бы толковым мастером и вы искать специалистов специалистов таких не было и мастерами там не захотел быть потому что ну зачем вы камеру вот интересно было вот мы решили закрыть ламинацию и остался вот этот проект сетками и я есть тоже главная причина что ты не захотел сам быть моя я просто не захотела этим заниматься просто не понравилась тема да все так теперь вот осталась вторая тема которую мы взяли попробовать параллельно нас играть их на вот этими системами как это идея пришла листал там какой-то инсту по моему увидели купили профиль начали делать но это просто два смежных проектов примерно смотри там примерно у ламинации клиент такой же как у этих сеток был вот изначально это другие оконные производители мы думали под них продавать вот только ламинацию закрыли я решил уйти полностью вот в это все-таки и раскачать занимались сначала продажи и в дилерском секторе в розничного клиента ну то есть это для других оконных компаний и для рождения для конечного клиента вот законными компаниями работать не понравилось потому что там они заседают маржу в принципе мы продавать вроде сами можем по объему проработали 22 год весь 21 мы типа два года занимаемся 21 23 эти партнеров нет ну нету и сейчас мы пришли к тому то что мы хотим из этого сделать франшизу потому что мы достаточно успешно работаем мы нашли рабочие точки продаж каналы марки как продать блогеры инста контекстная реклама и чего-то говорите заколебали комары поставь сетку нет смотри мы давим на то что это комфортно то что человеку в доме намного комфортнее находиться этой сеткой у тебя частный дом к тебе приезжают друзья у тебя есть веранда там не застекленная ты сидишь у тебя в салат падают комары и так далее это все кушаешь это всем мешает а наша сетка решает вот эту вот проблему комфорта то что не отвлекаешься и можешь прекрасно время проводить своем доме ты на веранде можешь сетку нафигачить если как бы на улице но без комаров на все верно вот в основной вот позыв вот с этим понятно его блогер по тему толкаете через блогеров через просто через инсту ведем через контекстную рекламу через vk мы там на всякие мероприятия ездим периодически вот и вот оттуда генерим лидов сколько выручка мы выручка годовая да мы сделали 8 за год вместе среднем по разному зависит от сезонность то есть от 700 до миллиона 400 миллион рублей короче ну в среднем а чистыми тоже среднегодовая где-то 200 250 молодец там тоже от 150 до 400 а как ты придумал сюда приехать тоже за развоз заплатил полцены смотреть какая история мы сейчас занимаемся тем что мы упаковываем эту франшизу уже да так уже на данный момент мы максимально там структурно к этому подходим и ты хочешь запиарить тут на канале нет я короче это делал для того чтобы потом продать эту контору до целиком период поставил 23 24 год мы посчитали рынок примерный анализ сделали по количеству городов по населению и так далее по этой всей истории и мне очень нравится мотивирует какая стоимость ее продажи может быть конечно такая порядка 180 чего миллионов если мы найдем 30 партнеров заведем их запустим полноценно они нам чистыми делать год 30-50 могут да тут просто ключевая история в том то что и мне не нравится с одним продуктом заниматься я себя вообще в этом короче в этой истории не вижу период что случилось на 5 ты понял комменты случилось просто 8 миллионов и 30 партнеров но смотри я как считал я беру просто наши показатели примерные и увеличу на количество городов то есть я не увеличиваю население там больше не делал я беру среднее значение минимальное с минимальной которой партнер может закрывать от 8 там до 16 почему мы продаем 8 год я все это время короче тестил разные каналы продаж и не у нас они никогда одновременно не работали но тем не менее мы закрывали плюс-минус стабильные цифры показывали соответственно то что мы сейчас запаковываем это содержит полностью весь наш опыт полностью все наши каналы продаж которые приносят лиды генерят результат вот из-за этого вот все расчеты какой запрос как сделать это направление успешным как ее довести до того результат который я хочу а какой ты хочешь результат я хочу собрать франшизу найти 30 партнеров полноценные запустить что не отработали сезон целый и продать чтобы что чтобы дальше пойти в другие проекты какие какие нибудь мари франшизы и все это придумать схему и продать это конфигурация которая приведет на цели а ты какая заниматься тем то чтобы брать компании искать продукты интересные интереснее заворачивать интерес на себя там пробовать я хочу понять какое нюшку тоже пока капнем все же нужно что важно хоть и 22 года но все уже пора но если какое-то понимание то видение твоей жизни вот и может дать какие-то картинки образа вода твоя идеальная жизнь через год через три года через пять лет там вот мы как как чувствую они есть целиком кем я хочу себя как бы видеть полноценно давайте дай нам вообще вот смотри я хочу заниматься тем то что я создаю компании для продажи это интересно почему во первых ты постоянно меняешь продукты ты на одном не зацикливаешься второе ты максимально разные сферы пробуешь тебе везде интересно тебе все новые окей то есть интересно развивать там что-то делать мутить менять ниши там и так далее а вот такой вопрос те важнее много денег или ниш менять хороший вопрос хороший ну смотри я просто не хочу на одном зацикливаться это я понял вот значит ну видимо важнее но нет много денег но где вот есть такая компания все инструменты . ру знаешь на что у них оборот годовой за прошлый год 105 миллиардов рублей 105 миллиардов рублей оборот компании на топ-15 работодателей страны по объему людей 8000 трудников все начало с того что они учились с другом другом в универе и они решили заняться темой электро инструмент просто инструментов сделали сайт windows заказы сами поехали доставки между парами разводили инструмент а сейчас 8000 трудников этот интернет-магазин обратился 8000 трудников и 105 миллиардов рублей оборот бизнесу 16 лет виктор кузнецов 16 лет скачает только одну компанию все инструменты ру и теоретически он сейчас вот с точки зрения активов мне кажется очень долларовый миллиардер компании с оборотом больше миллиард долларов уже сейчас в россии только на российском рынке чаще как его путь возбуждает или интересно или интересно вот сделал замутил продал но вообще это интересно но просто он вообще не про меня темки на водой темки и 16 лет понимаешь тут везде есть свои плюсы ты либо губ там копаешь либо за растешь ну вот отсюда и вопрос какая же ты хочешь главное чтобы было интересно в первую очередь да я вот виде его он очень интересно живет в пани и щас не про его жизнь бизнеса постоянно видит кучу точек оптимизации реформ придумывание могут мы сейчас только всего не сделали но в этот к что мы огромные но разоград нихера не адаптирована не оптимизирована все на коленке может приехать наши коммерческие продажи посмотреть что мы делаем в коммерции вообще как мы продаем ты только не пугайся нашего объема мы просто очень быстро расползлись выросли а по факту с точки зрения самих процессов качества у нас там высок оптимизации чем может еще можете вырасти в два два раза это же у нас первую очередь должно быть интересно понятно все даже интересно ты должен точек забавишься интересно потому что если тебя не вдохновляет ты там на москит кисне и свет москитные сетки это херенно интересно дней но мне нет мне не интересно я там побыл я посмотрел этом сделали какие-то результаты так и и исходим из того что тебе важен интерес да ты хочешь интересную компанию интересные темки или тему но при этом собрался в неинтересной теме строить 30 франчизеров что править за неинтересную сумму смотри ну это же офигенный старт на данный момент надо нам это бежит не нужно дать так и плохой ну помнишь эту историю про вот есть ты есть там видение цельку отхожь прийти у тебя есть к ней план а бог такой от еще вот так можно такой но это же интересный путь он же хороший он же реализуемый а мне сказали он такой ну ты прав да он возможен да он рабочий да можно но и живот надо придется отказаться от всего этого такой а это интересно бог вы да но это же быстро да вот беседы о боге с михаевом гребенников просто смотри как бы вот мой план который он не особо долги по сути это там два года 30 франчизеров москитной сетки в россии и потом пара это за шаберят миллионов не зачем что нет 30-60 что 3 продать за 30-60 за 3-60 грн продать кто верит что он построит 30 франчизи за два года окей кто веришь что он построит 300 франчизи за три года кто это построит 30 франчизи за пять лет так смотри это мир миниатюре кто верит что он построит 30 франчизи за 7 лет на 7 лет реально построить за действие то веришь на здесь этот удобно сделать кто вообще не верят в эту авантюру Все, ты там верни, что понял? Нет, смотри, ну я просто считал, типа, сколько количества продаж нам нужно делать и какой мы срок берем. Смотри зал еще раз. Кто не верит, что это он сделает? Так, у каждого же есть почему, да? Хорошо, но мы пока не знаем. У них есть мнение. Ну и такое мнение у них. У мира такое мнение. Что ты думаешь в этот счет? Вы ошибаетесь? Надо послушать. Вы не правы. Нет, почему? Я не могу объективно смотреть, потому что я в этом участвую. Это осознанность, это открытость. Круто. Супер. Но я на это рассчитываю. У меня должен быть самый оптимистичный прогноз на всю эту историю. Да, давай разбираться. Смотрите, вот такое данное. Вот чем измеряется опыт предпринимателя? Он измеряется количеством переменных, которых вы способны едновременно в формулу добавить. Вот какие есть переменные? Вот есть переменные, называется... Сейчас ты во что веришь? Ну я же цифры считал. Цифры же бьются. Окей, ну смотри. Если бы ты сказал, я сделаю 30 франшиз и продам это за 30-60 миллионов через 2 года в печеньях предсказаниями, я бы сказал, блядь, цифры даже не сходятся. Но ты такой, цифры сбьют. Все, у нас это переменные плюсик. Какие еще переменные ты учитывал? Сезонность я учитывал, да. Нет, цифры сезонность я учитывал. Какие еще есть переменные в формуле, что это может не получиться или он не сделает? Рынок! Сколько объема рынка? Ты считал? Да, 34 города. Учел? Да. Посмотрим. 34 города. От 500. Население. А в деньгах он сколько? Нет. Окей. Не смотрел. А, дожди, секунду. Да, какой средний чек у нас? Средний чек 16, там 200. 16 тысяч рублей. Ты сейчас в городе с населением? Миллион 150. Миллион 150. И ты в нем продаешь на? Плюс 400 в сезон. Ну, в погоду средний 250. Да. В городе миллион 500 населения? Да. Окей. И ты в этом городе, скорее всего, мотивирован работать. Ты сам, самый ответственный человек. Ты толковый. Ты самый замотивированный. Ты пытливый. Ты там блогеров. Блять, москитные сетки через блогеров. Это же вообще, это просто до свидания. Но он, самый угар, что он смог. Он смог это поженить. Он вставил китайскую вилку в европейскую розетку. И у него заряжает телефон. Красавчик. Я в это верил. Ты во. Вот такой чувак ты. Сколько в России городов со среднем полтора миллиона? 17. 15. 15 городов. То есть, если мы учитываем те же переменные, то у тебя только потенциально 15 франчези есть. Которые сделают, примерно как ты, прибыль. 25 тысяч рублей. Мы берем расчет еще по населению. Мы делаем две финмодели. Одна от миллиона. Вторая там от 500 тысяч. Ладно. Хорошо. Хер с ним. Рынок учли. Допустим, тоже верим. Какие еще перемены у нас в формуле есть? Что это может выиграть или не выиграть? Конкуренты что там как? Конкуренты есть. Одни. Я думаю, он заложил. Все. Давайте. Конкуренты, рынок, базовые. Что есть, что он, скорее всего, не видит. Давайте, опытные предприниматели. По руке, по руке, по руке. Доход по регионам разный. Где-то будет, где-то нет. Так. Доход по регионам разный. Самара не бедный город. Не учитывал. Не учитывал? Не учитывал. Население доходы. Где-то комаров будет. Может, надо. Миграции комаров по России. А это мы должны взять у ботаников. Как называется, которые насекомых изучают инсектологи? Инсектологи, да. Что еще он не учел? Нет повторных продаж. Ты учел это? Я сейчас расскажу. Подождите. Не так быстро. История в чем? Мы же становимся посредниками между нашими франчизерами и производителем. Мы делаем маржу с комплектующих, с объема и с royalty. Какой у вас процент выручки от повторных продаж? Процентов 30, наверное. Ну, то есть, мы с дальнейшим. Купили, говорят, а что, херена, да еще? Ставят первую, через какое-то время ставят еще, заказы делают. То есть, еще там чеки закрывают. Все, они есть. Спасибо. Давай, вопрос? Чего он не учел? Ваш продукт заточен под частные дома, а город это Самарный. Поэтому нужно ориентироваться на дома постройке, которые будут укрывать окна. Туда тоже ставится. Я думаю, что у него есть, что сказать на этот счет. Что он считал, что в каждом городе есть дачники, поэтому... Ну, сорян, надо прям явно не объективность его. О, франшиза и изнанотехники окупаем. О, фильм модель франшизы считал? Ну, да. Альтернативный франшизм. Альтернативный франшизм смотрел? Нет, их нет. Именно в нашем продукте их нет. Франшизный опыт. Так, комары, пускай тоже, миграции он изучил. Хер с ним. Население дохода, пускай тоже учли. Ладно, это с рынком связано, плевать. Франшизный опыт изучал у кого-то? Ты общался прям один-один в кальяжке тем, у кого большая франшиза? Нет. Единственное, что это стабильное. Я общался с... Всем, кто скинул франшизу? Нет. Я общался с... В общем, он с Уфы, и они запускались с ребятами суши-моджи. Может, слышали? Так, видел. У них достаточно успешно в плане того, что они заходят в мелкие населенные пункты. То есть у них прикольная модель, которую не заложили, они в города не пошли, а не пошли наоборот в мелкие населенные пункты. Да. Вот. И мы с ним... Да. И мы эту историю вот с этой... С ним обсуждали. Ты такой... Суши! Масхиды и сетки также будут продаваться. Сто пудовым. Не-не-не-не. Я... Да нет, конечно. Ладно. Ну, короче, это мы сразу ставим знак вопроса. Хорошо. Что еще он не учел? Давай. Могут модель скопировать. Могут. Конечно! Изи пейсд. Изи копи-пейсд. Копирование. У тебя крайне мало внутреннего того, что тяжело скопировать. Ты... Ну, ноу-хау тебе мало. Надо быть совсем тугим, чтобы, короче, не допетрить, да и мысли, что, о, комплектующие, их можно собирать и перепродавать выгодно. Понимаешь? Да, понимаю. Поэтому... А это очень легко делается. И франшизу скопирует очень легко. И отцепиться от тебя, переименовать, табличку поменять. Снимаем разборы на миллион, вешаем миллионные разборы и вообще все нормально летит. Да? Так. Еще что мы не учли? Давайте. Мысла франшизы, наверное. Во! Продать франшизу. Что он получает дальше? Да, это покупают. Да. Продать франшизу будет явно непросто. Вряд ли ты найдешь молодого пацана, скажет... Чувак, тема есть вообще. Ну, ну, какая тема? Маскидные сетки. Ну, короче. Иными словами, секса мало в нише. Ну, то есть возбуждение она не особо вызывает. Что может быть возбуждением? Сама тема? Доход. Дохода немного, тема до бабушек. Ну, короче. Вообще, как ты мне оказался, не очень понятно мне до сих пор. Так получилось. Да, ну ладно. Нравятся мне комары и с ними бороться. Нет проблем. Решил отопсить себе комара на мире, на земле. Хорошо. Что еще не учел? Ну, надо разводить комаров. Это как антивирусы. Сначала вирус делаешь, а потом антивирус продаешь. Хорошо. Во! Фумитокс. Борючку зажег. 50 рублей и комаров нет. Работать или нет, или током бьется. Ракетка такая. Нет, током бьется. Он полетает, он отгадает. А, окей. Короче, конкуренты. Конкуренты сеток. Ну, вот я, например, скорее поставлю вонялку, чем сделаю москитную сетку, потому что я не хочу портить вид на сад. Да, у меня не кумусают комары, но я теперь сижу дома, а не на веранде. Просто без окон. Ну, как бы с оконами. Что еще не учили? Управленческого опыта мало. Ну, то есть ты такую систему за два года вряд ли замашетруешь. Смотри, если мы пойдем чисто копированием нашей... Управленческий опыт, управление франшизами, франчизерами, людьми и так далее. Этого нет. Ну да, вот. Это очень такое... Это важная штука. Это икс-фактор в модели жесткой неопределенности. Управленческий опыт. Знаешь, что мы сейчас делаем? Нет? Ну, раскапываем вот это все. Посмотреть. Ну, так это... Открыли. И рубаночком так сало. Чтобы сделать о богатом. Давай, что еще забыли учить? Вообще, по сути, клиенты для франшизы такие же клиенты, как и в маркетинге. То есть мало того, что ты им должен продать, ты их еще должен учить их пользоваться. Да, франчизеры, франчизеры будут дятлы. То есть ты, наверное, сейчас меришь по себе. 22 года, бабки надо, Самара, надо найти такого же пацана заряженного. Приблизительно. И он будет вообще как я шарашить. Примерно. Ну, такие пацаны и без тебя франшизы делают. Сами свои франшизы мутят. А те, кто захотят купить у тебя франшизы, будут сказать Знаете, Данил, у меня что-то сиховаров мало у клиентов. И вот сетка не продается, а что-то она порвалась. А что-то лидов нет, а конверсия не поработает. Вообще, все очень сложно. Я думаю, что я заплачу денег, а она сама все будет делять, крутится, ловых и мутится. Ну, короче, я здесь, скорее всего, вижу такой сценарий. Вот мое мнение. Ты это запилишь. Упакуешь. Намучишь лидов. Какие-то зелененькие ребятки, котятки, и даже 40-летние зелененькие котятки к тебе придут, купят. Ты, скорее всего, поставишь... Ты посчитаешь финмодель и поймешь, что с роутей ты хер там заработаешь вообще через 30 лет. То, что все вообще будет не при тебе уже, ты все продашь. Поэтому и париться за роутей ты особо не будешь, скорее всего. Ты будешь париться за полушарий взнос, первый взнос за франшизу. Они тебе его заплатят. Ты, конечно же, захочешь побольше его прикурить, потому что чем он больше, тем ты больше сегодня денег достанешь. И ты начнешь запариваться над продажами. Ты начнешь хорошо продавать, хорошо обещать, хорошо упакуешься, скорее всего, ты получишь что-то сделать. И ты получишь эти полушарий взносы под 300-500 тысяч рублей по миллиону рублей. Но угар в том, что чем выше твой полушарий взнос, тем ты, с одной стороны, счастливее, и с другой стороны, тем выше ожидания. И чем больше ты будешь брать денег, тем больше они будут тебе звонить и жаловаться, что все в жизни не так, как они думали. Как следствие, у тебя будет просто 30 разъяренных чуваков, которых не только кусают комары, но еще и бесит твоя франшиза. А завтра будет заявление коррективное в ОБЭП, потому что твоя франшиза не работает. Я понял. И кусать тебя будут уже не комары. Где-то в этом моменте ты ловишь кассовый разрыв и 30-ку возвратов. Но бабки ты уже потратил, потому что до этого ты съездил в Дубай и уже, так сказать, гульнул. И ты оказываешься в ситуации, которую мы разбирали недавно. Называется, за что мне это? А это не за что, а для чего. Потому что сегодняшний разбор был воздействием мира на тебя. И говорит, Данил, умоляю, пожалуйста, не надо. Ты такой, у меня есть план. Амир что делает? Он усиливает воздействие в зоне неадекватности. Ну вот честно, для кого бизнес-план из комариной темы сделать 30 франшиз, а потом пратить за 30 миллионов через 2 года, выглядит странно. Смотри, пожалуйста. Я смотрю. Что ты сейчас испытываешь? Какие эмоции? Ну, немножко неловко. Уроды, уроды. Не, ну я все, я протрезвел маленько. Ну, вернул. Тебя не бесит за то, что они руки поднимают? Ну, нет, не бесит. Почему? А что? Какую ты эмоцию испытываешь, потому что, когда я говорю, поднимите руки, но считаю, что неадекватно. Они такие. Но у меня нет такого, что я типа, нет, типа, вы не правы там или еще что-то. Есть такое, я вам докажу? Чуть-чуть. Ну, не сильно, типа, нет, не особо сильно. Чуть-чуть есть, но не сильно. А есть такое, но вы не все просто понимаете. Нет, такое есть, да. Есть такое, да. Ну, не в комариной семье, просто в том, что я хочу сделать. Вы просто не все понимаете? Господа, а есть какая-то немножко такая нотка обиды? Ну, то, что сил потрачено было. Нет, на них. Нет, нет. И на меня там? Нет, нет. А разочарование есть такое? Типа, бля... Ну, нет, нет, нету. А вера до сих пор есть в тему? Ну, типа, я не подумал такое-то, что, ой, все, жопа, не надо это делать, короче. Вот прям сейчас. Не подумал. Я еще не успел об этом подумать. Ой, это вижу. А это мой главный... Надо подумать, я понял. Это моя главная цель. Я понял. Чтобы начать так думать. На самом деле сейчас разбор каждого из нас идет. И Данил послал меня не просто так. И вам всем нам послан. И эта ситуация не просто так. У каждого из нас есть такая тема, где мы считаем, что мы всех победим. А рядом сидит 200 человек и те над руки, что ты... Давай, тормози, чувак. Спрыгивай, это уже поздно. А вы говорите, не, Мир, ты не понимаешь. Я докажу тебе. Я знаю, как... Вы просто не все перемены в модели учили. Я слышу, да, просто... Есть такое? Ну, прям такого выраженного нету. То, что я сижу, типа, нет, типа, я докажу еще что-то. Просто это в любом случае, типа, надо трезвой головой посмотреть. Не, смотрите. Какова вероятность, что эта тема полетит? Я расскажу историю из моей жизни. Рассказываю с любовью. Ну, на самом деле, я в шоке, в легком пребываю до сих пор в этой истории. У меня, у моей жены есть... Ну, мама моей тещи. У этой мамы есть родная сестра. Это, получается, родная тетя моей жены. Поняли, да, кто такая? И вот она с мужем, они близкие друзья нашей семьи. И они решили где-то года 4 назад или 5 запустить нишу. Новый бизнес. Они говорят, мы хотим с тобой посоветоваться по поводу бизнеса. Я говорю, так, что за бизнес, давайте, конечно, посоветимся. Они говорят, мы тему придумали. Короче, мы будем книги продавать. Я такой, а что за книги? Книги, мы будем сами делать книги и продавать в розницу. За там 1700 или 2000 рублей. Короче, книги, которые пахнут. Я такой, блядь, что-то... Ну, вот, 30 франшиз продают за что-то пахнет там. Они говорят, ну, мы, короче, придумали книгу. Такая книга, ты трешь страницу и пахнет. И вот будем их печатать, спубликовать. Там дорогие швейцарские лаки будут. И будем за 1900 продавать. Меня уже в одном предложении смущает швейцарские лаки и 1900 рублей. Уже вот. Уже мне вот здесь напряжение было. Я говорю, я бы нормально, чтобы запустил хотя бы щебень. Ну, что-то. Ну, как бы. Любой щебень лучше, чем если мы хотим зарабатывать. Я так рассуждал. Я говорю, окститесь, пожалуйста, не надо. Они говорят, ты не понимаешь. Они запускают книжку, назвали ее Centbook. Можете прям загуглить, реально такая компания. Есть. Первая книжка была про козлика Чарли. Который потерял свой запах. Там была такая тема, что он такой типа козлик. Начинается рассказ, что он такой херак и забыл, как он пахнет. Как пахнут козлы, короче. Реально. Какой рассказ для детей. И вот он бегает по миру и ищет свой запах. И там открываешь, что-то он пришел в сосновый лес. И он такой вспоминает, его ли ты запах или нет. Ты трешь сосны, и у тебя пахнет сосной. Там микрокапсулы такие специальные, которые ломаются, когда ты трешь страницу. С давлением. И у тебя рука пахнет, начинает этим запахом. Потом лавандовое поле. Лавандой пахнет. Потом апельсином. Потом там было еще чем-то. Ну и, короче, он бегал-бегал. Никак не мог вспомнить свой запах. Прекрасный запах. Реально клубника там была. Жвачка там даже была. И в конце он такой, блядь, вспомнил, короче. И там трешь его так вот в шкуру, и пахнет козлом прям. Жестко прям. Рука воняет козлом прям с последней страницы. И они эту книжку сделали. И начали ей торговать через инсту. Там шансов на выстрел один был, наверное, просто процент. Я бы на 1%. Я говорю, нет, умоляю. Щебий, ну что угодно, пожалуйста. Песок и низкие, мелкие фракции. Нормальная тема. И они, короче, запилили эту тему, она полетела. Их была цель зарабатывать. Да, ну как бы. Ну, и комарины сетки ставят, понимаете? Я смотрел не через призму, полетит ли, если там в будущем большое, светлое, богатое или нет. Я как бы еще это, добавляем приставку в конце. Я говорю, пожалуйста, ну давайте что-нибудь другое. Подумаем, еще тысячу ниш можно придумать. Ну, они с душой сделали. Но они там, по-моему, они вышли там, не плохие прибыли. Там, ну, как бы они начали заводить, может там, 1300, 500, может даже миллион они делали какие-то месяцы на этой теме. Потом они другие книжки начали выпускать с запахом. Потом еще с голограммами. Ну, короче, вот они на этих книжках уже 4 года живут, но они уперлись в потолок масштабирования среднего чека. Там и на ВБшке торгуют. Ну, короче, продукт у них крутой, но денег не супер много. Ну, как бы, относительно того, что есть, допустим, ниша щебня, например. К чему мы эта история? Что я тогда, как бизнес-разборщик, дал им рекомендацию ни в коем случае это не делать, а не запустили и получилось. Поэтому я допускаю, что я неадекватен, и они тоже неадекватны. И ты такой всем жопу надерешь своими франшизами, 3-ти штук. Я допускаю то, что я неадекватен. Поэтому здесь, как бы, вопрос такой. Есть вероятность, скажу так, она не 0%, что у тебя получится. Если наша была бы цель такая, короче, Данила, мы заберем твои коленные чашечки, если у тебя не будет 30 франшиз через 2 года, и ты не продашь за 60 миллионов, тогда, конечно, наверное, можно делать. Но если задача Данилы быть богачом, и очень быстро, через 2 года, в 24 года уже ездит на Мазерати, там, или на что-то нормальное, мы в Дубае кататься, и жить в классных отелях, и девчонку там содержать, можно даже жениться, уже там детей завести, то это не самый близкий простой путь, я тебе скажу. Я понимаю. Я как бы играю не в игру, есть тут деньги или нет, и получится, и получится. Я играю в игру, из всех бесконечного количества вариантов комбинаций, самое ли это успешное и быстрое. Я понял. Поэтому тот рисунок со змейкой был. И продолжая играть в игру, что если в мире есть бесконечное количество комбинаций, можно сегодня все закрыть, запустить новое, через месяц уже зарабатывать лям, или там, через 3 месяца зарабатывать лям. Многие люди продолжают играть в игру. Нет, у меня есть тема. Москитные сетки и козык Чарли, который пахнет козлом. Вот у кого сейчас есть такой вот, у кого этот разбор цепляет? Он такой, вот я, короче, козлиными сетками занимаюсь. Или сетками с запахом комара. Сетки от козлов. Сетки от козлов. У кого такие ниши? Дайте, можете назвать, чем вы занимаетесь? Чем занимаешься? Съемка видео. Съемка видео. Передвижение домов с одного места на другое. Передвижение домов с одного места на другое. Звучит, как переводить бабушек с одной улицы на другую. Так, хорошо, сколько зарабатываешь? Это больно. Ну скажи, ладно, без трусов все сидим уже давно. Уже в бане пришли. Тут жарко. Ну сколько, честно, крикни просто, я повторю. Сто тысяч рублей. После этого года вообще не будем зарабатывать. Все, ничего не зарабатываем, классно. Кстати, мне кажется, что нисколько не зарабатывать не так позорно, как и зарабатывать 150 тысяч рублей. Потому что когда ты нисколько не зарабатываешь, ты говоришь, что у меня фаза стартапа, я еще просто не прошел фазу роста. Что еще такие ниши у кого, давайте, которые странные? У кого еще триггерит этот разбор его? Я занимаюсь тем, что я обучаю персональных водителей и обслуживаю автопарки с малым количеством автомобилей. Обучаешь персональных водителей и обслуживаю автопарки. Ну, больше, чем в москитных сетках денег тут. Больше однозначно, но есть блоки. Но не щебень. Но не щебень. Но еще не щебень. Да, понятно. Хорошо, спасибо. Что у тебя такая конторка? Производство съедобных стаканчиков для квартиры. Так, слово производство уже добавляет авторитета сразу. Но съедобные стаканчики все обесценило. Подожди, а сколько ты елыш выручки в месяц? Полтора. У тебя же мороженщики все, да, твои клиенты? Кокени, рестораны, кондитерские. И что, так мало делаешь? Почему? Ну, потому что LTV маленький. А, LTV маленький. Ну, ладно. В твоей теме тоже побольше, чем в москитных сетках денег, мне кажется. Там хотя бы LTV есть у тебя. У тебя есть X-Factor LTV. Если ты его починишь, то у тебя может даже пятерка выйти на оборотки в месяц. Но там нет ущебня. Что у тебя? Это входит в направление гимны музыкальные. Музыкальные гимны пишите? Вау. Просто. Я не один. Я не один. Ну что, ты как? Нормально, посвежаюсь. Ну, ты слушаешь эти рассказы, ты считаешь, что это странные ниши? Да. Я сейчас свою примерно тоже такой сравниваю. Какие мысли? Давай. Что в голове? Мысли какие? Пока никаких. Пока нету. Я просто анализирую то, что говорят. Все. Ну, у тебя возникает согласие с тем, что темка, ну, вообще твой план, который там озвучил, странненький. Странненький. Есть такое понимание? Да, есть понимание, приходит. Хорошо. Спасибо тебе за открытость. Спасибо большое. Ну, кстати, нужно что-то делать. Что бы делал я? На твоем месте прямо сейчас. Я бы задался в себе двумя целями. Это теперь этот. Мы подходим, мы прошли к улюминации разбора, теперь что делать? Вывод, да? Что бы я делал на твоем месте? Первое. Я бы сделал бы все, чтобы ты продолжил на маскетных сетках закрывать так называемый living cost. Это очень важная штука, потому что думать о больших деньгах с голой жопой трудновато. То есть я до сих пор, у меня схема такая. Я анализирую, как тупо живу. Это мой living cost. То есть там всякие Мальдивы, жена, дети, одежда. Это все результаты. Курортка у меня это мои хотелки. Тачки, ламбы, какие-то экстра покупки и так далее. Вот у меня такая история. Поэтому я бы ни в коем случае это не пристреливал и не обесценивал. И я бы на твоем месте бы сейчас... Давай еще на личность еще качнем. Шаг номер ноль, да? Я бы на твоем месте бы серьезно бы озадачился вопросом благодарности. Вот ребята сидят, они же по-пацански с кайфом в тебя вкладываются. Реально. Кто испытывает личную такую человеческую симпатию к Данилу? Молодец он. Смотри. Вообще красавица. Да, реально молодец. Ты же в такие супер богатой семьи. Нет. Сам себя сделал, придумал бизнес, 22 года, 200 тысяч зарабатываешь. Красава, не бухаешь, выглядишь нормально. Умничка. Супер. Да, но я в кайфе. Зарегистрирую просто факт, что благодарность может увеличиться. Должна быть, потому что ты будешь больше обратки качества почувствовать от мира. Вот они тебе из любви же сказали, типа, Данила, тормози, руку подняли. А ты такой, типа, ну блин, я вам докажу, мрази. Нет, нет, не думал. А ты не сказала, блин, спасибо, что вы так, этот, меня пытаетесь в чувство привести. Ты мне так не сказал до сих пор. Спасибо, что пытаетесь меня в чувство привести. Вот, далее. Но сейчас мы, у тебя был маятник такой, москитные сетки, это вообще моя жизнь. Сейчас мы в обратную сторону, и такой, и сейчас тебя может возникнуть москитные сетки, конечно, ну ты и дно, ну ты и днища ниша. Начнешь ее хейтить, что тоже неправильно. Ниша тоже может обидеться. Нам нужно ее благодарить. Она твой первый успешный бизнес-опыт, она закрывает твою ливинг-кост. И я бы на твоем месте бы сделал бы там, условно говоря, то есть ливинг-кост не стрелять. То есть, типа, оставить. Оставить, пока не будет стабильного, большого источника. Потом продай его, подашь как бизнесу, без прошить спроса, там, не знаю, за 3 миллиона продашь, что-то херено. За 2 миллиона продашь, что-то офигенно. Второй шаг, я бы его как-то быстро бы качнул. Качнуть быстро. Что можно, условно говоря, сделать для того, чтобы быстро качнуть? Какие есть способы качнуть чистую прибыль в москитных сетках, да, подумаем? Ну, какие явно там есть такие прям зоны, где платятся можно вывести? Выручку увеличить. Как? Ну, все каналы включить одновременно сразу. Лидов бахнуть? Да. Супер. Лидов. Ты лидов можешь больше сделать? Да. Супер. Прав, в Самаре? Больше продавать. Дальше, средний чек можешь поднять? Могу. Супер. Средний чек подними. Цены можешь поднять? Моржа поднимется. Цены подними. Супер. А делай продаж, нормально сделай. Установка, монтаж, научись считать, и тогда будешь зарабатывать. Такой, я не зарабатываю, потому что считать тяжело. Тут, типа, офигенно логика. Мы пытались до этого делать, то есть 50 на 50 с мастером, ну, то есть с сотрудником. Но там куча расходов дополнительных, связанных, мелких, которые расходники, там, типа, Самарея, загерметики, всякие и так далее. Да блин, сделай просто с каждого монтажа 500 рублей твои, все. Ну, окей. Ну, типа, скажи, как вот это, знаешь, серия. Как таксисты получают тачку на день, а не платят, фиксируют ставку. Сколько он бомбил твои проблемы? Говоришь, монтажнику, за каждый заказ, который тебе дают, там, хочешь, там, да продавай, да продавайся, там, еще, там, шурупов, винтиков, болтиков, там, ну, тысячу рублей гони. Окей, я пойму. А ты еще ничего не получаешь. Хотя бы касается, фиксируй, пату забирай с каждого показа, понимаешь, и все, тебе будет уже, уже будет, как бы, еще там, тысяч пятьдесят в месяц, стопы, прилипать. Ну, там, на еду, на трусы хватит. Установка, зарабатывать. Что еще ты можешь делать, чтобы еще денег качнуть? Расходы срезать. Расходы порезать, супер. Что еще? До продажи. Текущую базу, у тебя есть поставленных москит-сеток? Сколько клиентов ты уже установил сетки? Порядка, что-то, 700, по-моему. 700 сеток, ты можешь им что-то еще продать? 700 клиентов. До продажи сделать? До продажи сделать? До продажи. Позвонить. Подумай, что еще можно продать. А знаешь, чем можно продать? А, что можно продать? Все, кто поставили москитные сетки, ты же знаешь, кто их ставил для дачи? И ты знаешь размер дома и масштаб дома, и где дом находятся. Значит, ты, например, понимаешь, какой-нибудь бюджет. У них стопудово есть место, где они там готовят еду. Что бы я точно уже сделал? А что бы я сейчас сходу сделал бы бабла? Вот, мне кажется, все дачники, кто на веранах москитным сеткам сидит, любят готовить еду там на мангале, на костре, на казане и так далее. И ты можешь им сделать такой проект, аля там беседка под ключ, беседка, в которой будет классная печь стоять, кухонная там всякая зона, стиль это упаковать там типа за 200 тысяч рублей. И ты им подключить и все строишь. Находишь компанию, кто может построить, компанию, кто печку поставляет, кто мангал там, и под ключ короче организовываешь пространство. Ты как типа девелопер, понял, да? То есть ты всех объединил, собрал, продал, и они все это установили, и ты просто промодерировал. Я понял, да, история только в чем, у нас продукт в основном пользуются, люди заказывают, когда они уже проживают в доме. Я тебе говорю. У них стройка полностью закончена. Стройка никогда не заканчивается, ее можно только прекратить. Ну я понял. И всегда можно еще допродать гараж, или второй гараж, или гараж для лодки, гараж для кодоцикла, гараж для тяпок, отдельно стакарную кибитку, где там можно по дереву что-то делать, отдельно бухарную, куда можно уйти, спрятаться от жены и побухать, отдельно мангал, а если не мангал, то отдельно есть мангал, а есть мангальная зона, а есть профессиональная мангальная зона. Это же как наркотик. Отдельно рыболовное для снастей. Ты не человек мосхитной сетки. Ты человек, способный выходить на дачников и им что-то продавать. Вот твоя суперспособность. У нас, короче, мы пытались запустить еще в августе один проект, это был с партнером по обслуживанию частной дворовой территории. Вот мы к этому тоже пришли. На хер, то опять москитная сетка. Не-не-не, зачем? Это как раз дачники, как раз дома. Обслуживание частной дачной территории, сколько там будет зарабатывать месяц денег? Ну целиком обслуживание, полностью ландшафтный дизайн, там уборки всякие. Ну да, окей, тоже можно. Тоже обслуживание, надо просто посмотреть размер рынка. Мне кажется, что не так много людей, кто подключить обслуживание дома заказывает. Скорее вот... Это те же в основном. Да, просто чувак, который зарабатывает 200 тысяч рублей, какой-нибудь там, не знаю, военный, он обслуживание дома не купит, а беседку за 200к купит спокойно. С маржой 100, чистой твоей. Прикинь, 100 тысяч рублей заказа зарабатывать, с одного. Вот у тебя 700 клиентов, если из них сейчас ты придумаешь продукт, в котором будет маржи 100 тысяч, и ты продашь его 70 клиентам, 10% базы, а это несложно сделать, я думаю, и через поток ледов запустить, то ты заработаешь 70 умножить на 100 тысяч рублей. Сколько? 7 миллионов. Если так сделать два раза, то считай, ты уже почти продал франшизную сетку за 30 франшизеров. Я понял, да? И это сделал гораздо быстрее. Поэтому я бы быстро качнул историю, чтобы москитные сетки бы выросли, потому что это может быть прикольным входом в воронку. Но фактически, шаг номер три, я бы докручивал бизнес-модель и нишу, вот самая главная твоя точка масштабирования рычаг. Модель и ниша. Понял? То есть очень важно, очень важно каждому из нас понять, что является его суперспособностью. Некоторые люди думают, что их суперспособность это москитные сетки. Я так не думаю. А на самом деле твоя суперспособность называется трафик дачников. Ты умеешь привлекать дачников и им что-то продавать. Ты, может быть, человек в Ютубе, ну там, видеосъемка на Ютубе, но ты, допустим, видеосъемку на Ютубе за три копейки делаешь для крупных заводов, например. И по факту ты человек, который умеет упаковывать крупные заводы. А значит, ты можешь делать всю упаковку, не только съемку. Ну, условно. Это до хера денег может быть. Я бы на твоем месте пошел в эту игру играть. Я бы сел бы и выписал все возможные ниши, которые можно продавать дачникам еще в конфигурации. И каждый бы из них как табличку такую оценил. Здесь у тебя будет ниша. Просто погнали, короче, мангалы. Потом у тебя будут беседки, гараж. Потом, дальше у тебя есть... Бассейны, баня. А? Баня, бассейн. Баня. Кстати, реально, если бы ты позади 700 клиентов, я думал, что ты скажешь, блин, баня нужна реально. Ты просто перепродашь заказ, заберешь комиссию, 200 тысяч рублей и скажешь, да ладно? Это мой месячный доход? Там так стопудово будет. Чувствуешь, что там так будет? Дальше. Может быть, мебель. Дачную мебель нужно. Знаешь, говоришь, у вас дачная мебель есть. Обычно на даче всякий клан везут, а хочется нормальную сделать. И вы нашли классную дачную мебель, которая стоит копейки с классной маржой. И вы ее под ключ привозите, ставите, монтируете. Тоже проблема дачи привезти. Забор. И так далее. Идеально еще это делать. Ну, как бы, это называется, это ты первая интерация описываешь, просто называется тупо ниша. Но всегда, всегда сверх маржу зарабатывают те компании, которые умеют придумать продукт с некоторым ноу-хау. Допустим, ты не просто футболки производишь белые, продаешь их оптом, а ты придумал футболки для сна. В наших футболках идеально спится. Там просто есть уникальный шов, рюшечка, те же футболки просто для сна. Такое позиционирование. Они просто будут стоить на 50% дороже. Идеальная подушка для сна. Или подушка для занятия сексом. Эта подушка будет сто пудово дороже, чем обычная подушка. Хотя будет та же подушка. Понимаешь? Поэтому надо добавить ноу-хау. И ноу-хау это может быть не просто беседка, а беседка, то есть люди, которые... Беседки для сетки. Сейчас. Из сетки. Беседки из сетки для секса по соседке. Короче, смотри. Это просто какой-то товар. Это все типа товар, который можешь продать. Но гораздо больше зарабатывают те компании, которые продают не товар, а которые продают решение. Решение какой-то головной боли. Вот есть компании, которые чинят старые моторы BMW. Есть компании, которые делают выхлопы. Есть компании, которые делают реставрацию кузова, краски и так далее. А есть... До сих пор нету компании. Вот ниши сходу. Просто 100 пудняк будет куча бабок, вообще уверен Короче Ниша такая Вы помогаете богатым и спечным людям Найти старую древнюю тачку И полностью как проект Под ключ ее восстанавливать И сделать из нее конфетку Вы сами находите в сервисе Трахаетесь мозг на разборках, ищите детали, запчасти Но просто вы везде закидываете Свою маржу на каждую историю Там 10-15% И еще за проект берете себе сверху там лям полтора Ну вот, и решение под ключ Решение для дачника 1 Решение для дачника 2 Ты думаешь над решением, прям думаешь, какая у них боль есть Боль, обожаю рыбалку И все время какая-то мотня, сети там А ты придумал пространство для рыбака И под ключ Его себестоимость, там, допустим, под ключ сделать 300 тысяч рублей, 300 Но за то, что ты-то сам все собрал и вот концепцию сделал За концепцию ты берешь сверху еще 150 Или 200 чистыми, понимаешь идею? Или не просто беседка Там эти смангальные, а вот там продуманная Короче, ноу-хау беседка Там, не знаю, шашлычник Лакшери там И там все, лавочки с подогревом Да, в лавочках есть USB-шечка Там телефон можно заряжать Колоночки встроенные Музыка подключена Это все равно все делают Старый патефон, который краской облит Когда-то, когда ремонт делали Красили стены И он у нас стоит, там, играет там Алла Пугачева А там можно хорошую акустику увезти Там магнитолу поставить Которая водонепроницаемая Это все стоит копейки Но это все организация, можно Это все найти И прийти искать У меня вот такие решения есть Решения одежда Чтобы я смотрю, что они думают Я хочу такое себе И дальше ты оцениваешь Каждую эту историю По тому, сколько там потенциально денег Ты можешь зарабатывать с этой историей Насколько быстро скорость запуска Легко запустить Дальше Насколько это легко продать Или сложно продать Большая конкурент Конкуренция слабая, не слабая И ставишь очки баллы Находишь там 3-2 лидера И тест погнал И у тебя там миллион То есть реально, Данил, реально Вот что я думаю Я думаю, что ты можешь за февраль Заработать чистыми лям На текущей базе Просто придумав нормальный продукт Найти подрядчиков Все это упаковать хорошо Прозвонить Скинуть капешки в WhatsApp Прозвонить Скинуть еще капешки Прозвонить Продать Скинуть ролик Запилить кейс Раскидать всем еще раз Что вы сделали Они все хвилили, ахнули Еще сделали два заказа Корешам распиросифонили Я понимаю, да-да Так и сделаем Спасибо Я просто в таком легком шоке нахожусь Да, давай Теперь завяжи нам узелочек Что понял, что в голове Вот, я понял то, что Надо ливенкос закрыть Что нужно? Закрыть ливенкос У тебя же он закрыт уже? Я имею в виду Не пристрелить там Не закрыть Не продать Пока оставить Вот И искать параллельно На свою же аудиторию Какой-то продукт Который принесет Одним большим человеком Надо придумать 10 продуктов За неделю Сделать 10 капешек И за эту же неделю Все отправить Уже прозвонить Предложить То есть, если бы сейчас Ты был у меня, короче В личном наставничестве У тебя, знаешь, какая была бы декларация Прозвонить здесь Сделать 10 приложений Сделать 10 разных продуктов Упакованных 10 капешек Прозвонить Базу 700 контактов За неделю И сделать минимум 5 продаж 5 передопад Спасибо Что будешь делать? 10 приложений Базу И обзвон Приложение высылать И заработать лям Да И вечеринку закатить На этот счет Оторваться Умеешь вечеринку делать? Нет Реально на лям Прям можно вечеринку Тусаню Супер А москитные сетки Пускай продолжат продаваться У тебя москитные сетки Могут быть как вход в воронку Как лидогенерация То есть ты как бы Основные бабки Зарабатываются потом На постпродажах Обсейлах Если ты это поймешь То у тебя знаешь Что может быть Ты можешь понять Что ты можешь придумывать И так кстати Никто не подходит К вопросу продаж Сейчас будет самое Мясо Которое скажу В этом разборе Так мало кто подходит К вопросу Лидогенерации дачников Все пытаются В лабешках Продавать баню Любеседку И так далее А можно продавая Москитные сетки Уличные фонарики Всякие дорожки Газонные рулоны Ну как бы Сделать такие Супер популярные продукты Дешевые Которые легко продать Через них Окупать маркетинг И добивать базу А потом Работая с базой Продавать жирные продукты На доверии Я понял Спасибо Все На этом Финиту Спасибо большое Всем спасибо Спасибо тебе большое Спасибо